Сегодня я расскажу, как воспитывать собаку вместе с нашей сегодняшней звездой. Зовут его Карай. Познакомьтесь. Карай, привет. Потому что в первую очередь, конечно же, он реагирует на своего хозяина. Это кинолог, спортсмен, а также... Судья. В том числе судья Елена Никифорова. Елена, первый вопрос. Вот Карая 6 лет. Как его воспитали вот таким вот преданным псом? И самое главное, адекватным его можно гладить, несмотря на то, что это овчарка. И достаточно иногда страшно выглядит. Ну, на самом деле, с любой собакой надо заниматься. И собака должна как бы хотеть работать со своим проводником. То есть ее надо заинтересовать чем-то. Собаки тоже задаром ничего не делают. Ну, а вот скажите, например, многие же заводят питомцев, да, маленьких собак. Они все время гавкают так неприятно. Можно их воспитать так же, такими же культурными псами, как Карай? Конечно, можно, потому что любая собака – это собака со своими инстинктами, со своими характерами и так далее. Просто ей надо заниматься. К сожалению, у нас обучение у маленьких собак отводит гораздо меньше внимания, времени. Почему-то считают их игрушками, вместо того, чтобы относиться к ней, как к собаке. Я предлагаю от слов перейти к делу. Давайте покажем, на что он способен. Ну так, для начала, для затравочки. Ко мне, ко мне, рядом, длежать, стой, сидеть, ко мне, длежать, ко мне, рядом, рядом. Это выглядит очень смешно и эффектно. Елена, у меня еще такой вопрос. Ну, самая-то главная команда, я не знаю, сейчас получится или не получится. Карай, дай лапку, пожалуйста. Карай, дай лапу. Лапу дай. Дай лапу. О! Ну, даже сразу две попытался дать. Какой вопрос еще меня интересует? Ну, помимо того, что лежать, сидеть и так далее, может ли он выполнять какие-нибудь, знаете, динамичные команды, там, преодолеть препятствия, например? Да, ну, сейчас мы покажем аппортировку через барьер. Так, хорошо, ну, давайте. Я как понимаю, то, что должен быть обязательно какой-нибудь предмет. О, гантеля деревянная. Да, такая специальная штука, которую собака должна принести. Вот, например, нужно его держать. Дай. Рядом. Ну, и сейчас барьер покажем. Давайте. Сидеть. Ой, сидеть. Эта штука, кстати, весит 2 килограмма. Отлично. Поэтому кидать ее непросто. Барьер! Аппорт! Слушайте, ну, мне кажется, этого пса очень хорошо воспитывать, знаете, специально для фитнес-залов, например. А можно я попробую? Да, конечно. Так. Беру деревянную гантелю. Главное не убить никого. Кидаю. И какую теперь команду говорю? Барьер! О, ну, вы вместо меня. Аппорт! Вот, отлично. Кому же принесет, кому же принесет. Но, естественно, своему хозяину, потому что собака-то хорошо воспитана. Давайте небольшой последний совет скажем телезрителям. Хотят завести. Пса, в первую очередь, к чему нужно? С каких азов нужно начинать? Ну, не сдавай лапу, наверное, а с общения, с чего? На самом деле, самое первое, вы должны определиться, какую собаку вы хотите. Потому что очень многие обращают внимание на внешность собаки и не обращают внимания на то, для чего эта порода изначально была выведена. Вот те же хаски, например, да? Ой, красивая собачка, заводят. А для чего она была изначально выведена? Никто не задумывается. Никто возникает из-за этого проблемы. У каждой собаки свои особенности. Друзья, открою небольшой секрет. Наш карай был воспитан специально для службы. И буквально во второй части мы вам покажем, как он может выполнять специальные команды. Поэтому обязательно дождитесь. Ну, как видите, у нас немножко попискивает карай, потому что он в предвкушении. Сейчас будет очень интересное занятие. Со мной, во-первых, профессиональный дрессировщик, лицензированный фигурант Леонид Бирин. Да, доброе утро. Давайте расскажем вкратце, что сейчас будет за упражнение. Сейчас будет упражнение, которое называется «Поиск фигуранта». «Поиск фигуранта». Так, я предлагаю сразу перейти к делу. Друзья, задача заключается в том, что наш карай будет искать фигуранта, который спрячется в одной из этих желтых палаток. Предлагаю закрыть собачке глаза. Надеюсь, он меня не укусит. А фигуранту занять свое место. Так, фигурант спрятался. Давайте покажем, что он будет делать. Он уже, мне кажется, пытается найти фигуранта. Карай! Сидеть! Ядом! Все? Да. Карай! Молодец! Ко мне! Быстренько он понял, что там никого нету. Ко мне! И нашел нашего фигуранта. Так, давайте рассказывайте. Он нашел фигуранта, но он на него не нападает. Да. Стоячего фигуранта, который не сопротивляется, собака должна найти, обнаружить и облаять. То есть обозначить. Фигурант, скажи, пожалуйста, так. Ты вот долго готовился к этому, не боишься? Вообще, надо этому учиться всю жизнь. Готовиться, но... Опять же, всю жизнь надо готовиться к этому. Я думаю, что можно Карая попробовать немножко успокоить. Все-таки он выполнил уже задачу, да? И немножко поговорить о этой дрессировке. Как будильник, как будильник. Во, успокоился. Елена, расскажите, пожалуйста, как его научить, чтобы он, например, не нападал на фигуранта? Ну, это достаточно долгие процессы и занимает много времени, пока собаке объясняют, что пока фигурант стоит и не двигается, собака его кусать не должна. То есть она должна кусать только того, кто сопротивляется, кто нападает, кто проявляет агрессию. Ну, только вот в этой ситуации. Ну, у него такой вот вопрос сразу возникает. А если, соответственно, фигурант побежит, то собака по вашей команде должна среагировать и начинать нападать? Или все-таки она может спровоцироваться и проявить самостоятельность, скажем так? На самом деле, если собаку положили охранять фигуранта, то она должна самостоятельно работать. То есть проводник в этот момент может уйти куда-то и оставить собаку наедине с фигурантом. Хорошо. И так, у меня последний вопрос к фигуранту. Когда вот вы начали этим заниматься? В 88-м году в армии начали этим заниматься. Это можно сказать, что это, знаете, такая специальность жертвы? Да нет. Нужно иметь большое мужество. Друзья, я вам хочу обратить ваше внимание. Покажите вашу рукавичку. У нас вот специальный рукав. Приготовлен специально для третьей части. И мы вам покажем, для чего он нужен. Я думаю, вы догадываетесь. Поэтому дождитесь. Будет очень эффектно. Это называется рукав дрессировщика. Как я только не умолял Елену и Леонида, чтобы они разрешили испытать это на мне. Но они сказали, нет, извини, нужно получить лицензию. Поэтому есть Леонид. Профессиональный фигурант. Леонид, вкратце расскажи. Ну вот экзамен как сдают? На фигуранта? Конечно. Проходит школа фигурантов, где обучают правилам приема собаки. Правилам приема, как правильно ее принимать собаке. Физиологическим особенностям собаки. Чтобы, в принципе, фигурант, который работает с собаками, он не должен ей навредить. Ну, я предлагаю, как следует посмотреть, навредишь ты или не навредишь нашему карае. Иди готовься. А мы, соответственно, приглашаем, скажем так, на нашу импровизированную арену Елену Хозяйкова и карае. Самое главное, друзья, то, что вы сейчас увидите, не пугайтесь, потому что собака очень хорошо дрессирована, и наш фигурант не должен пострадать. Итак, мы готовы, Елена, команду. Держать! Это упражнение называется побег. Собака остается охранять фигуранта, и как только он начинает бежать, собака его останавливает. Видите? То есть она ему всячески препятствует продвижению. Как только собака остановилась, дай! Фигурант, вернее, остановился, собака его должна отпустить. То есть собака не должна продолжать есть остановившегося фигуранта. Дай! Так. И должна его просто охранять. То есть вот пока я не подойду, собака будет сидеть его охранять. Ну, грубо говоря, если кто-нибудь в магазине украл вашу сумку с овощами, да, собака может догнать и потом его охранять. Да, да. Вашу сумку в первую очередь. Да, в первую очередь. Дай! То есть она ему не даст уйти. Безнаказанно. Хорошо, я предлагаю последний раз показать. Вот, я сейчас как-то его сделаю. Сидеть! Рядом! Лень, встань сам рядышком. Так. Вот, это называется конвоирование. То есть в таком виде я доставлю нарушителя куда-нибудь в ближайшее отделение. Полиция. Сейчас вот мы пытаемся доставить нашего нарушителя. Что может произойти? Нарушитель, соответственно, может сбежать. Правильно? Ну, вот, сейчас попробуем. Ну, сбежать ему не удалось. Я предлагаю отдать нарукавник нашему герою и поговорить немножко о воспитании. Карай. Рядом. Ко мне. В общем, самое главное на самом деле для собаки это не покалечить человека, а достать этот нарукавник. Я бы даже назвал, выглядит это как коврик. Во, к нам вернулся наш рукав. Давайте буквально вкратце скажем какой-нибудь практический совет для того, чтобы собаку воспитать культурно. Ну, в первую очередь, любовь и ласка. Ну, с одной стороны, да. Ну, понимаете, кнут и пряник. То есть требования с одной стороны и поощрения с другой стороны. То есть все должно быть в меру. То есть вы должны от собаки требовать что-то и, соответственно, за это ее вознаграждать. То есть тогда только собака будет безопасна для окружающих и комфортна для окружающих. То есть мы все-таки должны задумываться о том, чтобы собака, ну, это понятно, что ваше любимое животное, но она не должна мешать жить другим. Полностью с вами согласен. Друзья, посмотрите, наш пес очень доволен. Держит коврик у себя в пасте. Он счастлив, урчит от счастья. Поэтому не бойтесь заводить собаку, но самое главное, культурно ее воспитайте.